Пандемия показала, что самые уязвимые перед коронавирусной инфекцией люди пенсионного возраста. Поэтому им в первую очередь важно привиться. Марии Павловой 81 год. Она живет в Нефтегорском районе в селе Зуевка. Женщина в группе риска, чтобы обезопасить себя и близких, решила пройти вакцинацию. Дочь сказала, мам, делай. Мы семья у тебя будем к тебе есть. У меня у нуки есть. Не дай бог, ты заболеешь. Вроде и к тебе нам нельзя приехать, тебя лечить. И делай, делай. Ну вот и решила. Ну делать надо, значит надо. Вот и решила сделать. Для удобства сельских жителей прививки делают в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах. Новый ФАП представляет собой передвижной кабинет врача. Он полностью оснащен всем необходимым оборудованием. Так медики проводят осмотр населения в отдаленных районах и селах, а также делают профилактические прививки. Нефтегорская больница обслуживает два муниципальных района – Алексеевский и Нефтегорский. На сегодня свыше двух тысяч жителей здесь уже привито. Модернизация первичного звена – одно из направлений национального проекта здравоохранения, инициированного президентом Владимиром Путиным. Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Самарской области, в том числе часть стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова. Напомню, 1 апреля глава региона передал 19 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов и учреждениям здравоохранения губернии. С этой возможностью можем очень в хорошем темпе проводить профилактические мероприятия, коих мы в прошлом году были просто в силу обстоятельств лишены. Сейчас этот процесс возобновился и активно проводим. Всего в области 164 прививочных пункта. Запись на вакцинацию добровольная и бесплатная. Сделать это можно в своей поликлинике по телефону горячей линии 122 или на портале госуслуги. Мэри Елчан, События.